Всем привет, друзья! С вами Александр Ска, и я бы хотел сообщить вам важную новость. Теперь у вас есть возможность стать героем какого-либо выпуска на моем канале. Все, что требуется, это прислать мне на почту супер крутой реплей вашего боя. Бой должен быть по-настоящему уникальным. К примеру, вы нанесли кучу урона или одним тараном взорвали три танка. В общем, если произошло что-то захватывающее, смешное или необычное, то у вас есть отличный шанс попасть в мой видос. Знаю, что некоторые ребята на ютубе уже занимаются подобным, но чем мы хуже, мы тоже так можем, и наши реплеи обязательно будут интересней и ярче. Считаю, что это отличная возможность для меня получше узнать вас, а также подчеркнуть для себя что-то важное из игр и показать это другим. Сейчас, к примеру, по моим подписчикам, моим друзьям, я могу сказать, что в основном это люди в среднем с 50% побед. Я тоже начинал с таким процентом. И примерно после 2000 боев стал поднимать статистику. Сейчас у меня 55%. Но я уверен, что скоро будет выше 60%. Не без вашей поддержки, конечно же, друзья. Не без ваших советов и комментариев. И вместе мы обязательно добьемся успеха. Все условия, по которым нужно присылать реплеи, вы найдете в описании к видео. Самое важное из них. Реплей должен быть уникальным. Только мне присланным. Если вы уже отослали кому-то ваш реплей, то не нужно мне присылать то же самое. Так как будет не очень приятно, если я выложу чье-то видео повторно. Если вы не попали в видео, не огорчайтесь. В следующий раз обязательно повезет. А возможно, у меня еще не дошли просто руки до вашего реплея. Или же мне что-то не понравилось. Да, такое тоже может быть. Надеюсь на ваше понимание, друзья. А сейчас, ребята, вы наблюдаете на своих экранах один очень интересный бой, который я провел на днях. Мне он очень понравился, поэтому я решил с вами им поделиться. После этого боя будет еще один не менее интересный, шикарный бой. Поэтому оставайтесь до самого конца и смотрите видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также, если хотите помочь мне в продвижении, то обязательно пройдите в комментарии и оставьте там свой комментарий. Или даже несколько, сколько вы сможете, столько и оставьте. Ютуб, знаете ли, не сильно заинтересован в моем продвижении. Но с вашей помощью мы можем стать лучше, мы можем стать больше. И я буду вам очень благодарен. Приятного просмотра. И мы остаемся, значит, в три тяжа и один средний против двух средних танков. И сейчас, вот как по закону подлости, мои ребята начинают разлетаться. Минус один. Здесь я переключаюсь на голду и выстреливаю именно голдой, потому что Т-54 довольно бронированный, хоть и средний. Частенько снаряд уходит в непробитие, лучше не рисковать все-таки переключиться на голду, когда нужно. Не забывайте, ребята, на фугас переключаться, на голду переключаться. Это тоже нужно уметь делать, одними ББшками играть не вариант. Если вы хотите продвигаться, как бы развиваться в этой игре, то обязательно изучайте и понимайте, как пользоваться ББшками, как пользоваться голдой, как пользоваться фугасами. Если что, задавайте мне вопросы, я обязательно вам на все отвечу. Итак, здесь я вижу, что со мной осталось два танка. В принципе, я думаю, ну легкая, наверное, победка. Поеду вперед. По идее, думаю, ну, чего тут такого сложного? Остался Супер Перш, а нас, блин, три тяжа. Т-54 вообще в расчет не беру, потому что он шотный. Тут забирают нашего, да, конечно же, забирают еще одного нашего. Мы остаемся уже вдвоем. Добираем Т-54. В то время как мои ребята, ну, вообще ничего не сделали. Вот за последнюю, сколько там, минуту-полторы они не нанесли ни одного урона. И фуловый Перш остается против меня. Конечно же, у меня преимущество, я девятый уровень, а он восьмой. Здесь он совершает ошибку, нужно было как-то уезжать от меня, пробовать что-то другое предпринимать, то он поехал на меня. А масса моего танка, она позволяет его контролировать так, как я захочу. Сейчас я его разворачиваю. И смотрите, я на него давлю, у него один бок, воздух поднимается, у него гусеница крутится, а вперед он не едет, назад он не едет. И все, он был в безвыходном положении, ему нечего было делать. Ну и все, таким вот образом набиваем 1180 урона. Против каких-то супер там скилловиков мы не играли, по-моему, в Супер Першинг только, да, Супер Першинг 63% было, а остальные там так себе. 6180 урона, мастер, все как надо. Единственное, что жалко, ну, основной калибр дали. Единственное, что жалко, мои ребята слишком поздно умерли, хотя и не несли никакой пользы, можно сказать. Потому что у меня была возможность все-таки набить в этой игре Колобанова. Ну и все, ребят, перемещаемся к следующему бою. Там будет Фердинанд, там тоже будет очень интересно, это я вам обещаю. Погнали! Ну что ж, друзья, ждет нас вторая каточка Фердинанд. Фердинанд, который находится не в топе, у которого всего лишь 85% экипажа, у которого не топовое двигло, а всего лишь второе. А также у него стоковые гусеницы, на нем мы сейчас будем творить грязь. Проезжаем здесь немножко вперед, и сейчас будет такая позиция, на которой я всегда встаю за кустики и начинаю ждать. Какого-то первоначального засвета, чтобы по кому-нибудь отстреляться. Вот здесь, ребят, никогда не лезьте вперед, нафига вам это нужно, если можно постоять и подождать, пока кого-нибудь светанут или кто-нибудь первый выпрится. Вот как сейчас, например, сделает ИС. И по нему уже отстреляться, безнаказанно уехать назад. Т-34, кстати, по нему прикольно отстрелялся на 26 урона. Молодец, он, наверное, фугас использовал. Это было очень умно. КВ-4 выезжает на нас и начинает нас рашить. Тут мне кто-то накидывает 286 вообще сбоку, я не понимаю, кто это, он меня, блин, раздражает. И я начинаю менять позицию, чтобы тот парень по мне не попадал. А КВ-4 в такой ситуации его нужно забирать первым, потому что этот парень начинает нас рашить. Вы понимаете, если противников больше, а я на тот момент сразу не понял, что нас больше, то они могут как бы начать вместе с ним пытаться вас продавить. И нужно вот таких вот ребят, как он, убирать первым делом. То есть забиваем вообще на ИСа, убиваем КВ-4, потому что он может спровоцировать всех его союзников заниматься тем же самым, понимаете, и продавливать вас. Это не очень хорошо иногда заканчивается, поэтому забираем его. Здесь я смотрю, что ж, блин, за гадина по мне настреливает. Ну и даю чисто такой рандомный шот, который никуда не попадает. Здесь у нас вылезет ИС-3, и здесь я поскупился на голду, хотя нужно было ее зарядить. И, скорее всего, я бы его забрал с голды. Но выстрелил ББшкой, броня не пробита. Там не особо понятно, куда ушел снаряд. Может быть, даже и в красную зону. И теперь, блин, мы начинаем искать, где же эта мышка, которая по нам настреливала. Вроде бы никого не видно. И смотрите, как зайдет здесь снаряд в Т-54. Идеальный снаряд. Идеальный снаряд по заднице. Он прям за ним как магнитом полетел. Ну, Т-54 еще чуть позже примагнитит снаряд. И это будет прикольно. Фердинанд вообще неповоротливый. Тем более, с моим двиглом и гусеницами. Его крутят вообще на раз-два. Поэтому я понимаю, что мне нужно защищать. Сзади себя. Что если кто-нибудь заедет, они меня закрутят. И все, закончится на этом моя игра великолепная. Здесь выезжает Як-Пантера. И начинает какой-то фигней страдать. Едет на меня зачем-то. Стреляет 310 на ходу. Хотя мог бы как-то прицелиться там получше, что ли. Здесь он целится уже. И выстреливает мне то ли в орудие, то ли в маску орудия. Выехал просто так. Слился просто так. Здесь я вижу два врага. И понимаю, что Т-54 для меня приоритетная цель. И смотрите, как снаряд опять за ним полетит. Казалось бы, да? Вот снаряд, который не должен был заходить. Опять зашел. А Тигр-2 по мне отстрелялся и промазал. Ну и все. Остается Тигр-2 против двух танков. И у него здесь уже нет никаких шансов. Он мне даст еще немножко урона по нему настрелять. И все. На этом закончится бой. Мы победили. Все довольны. Ферди красава мне написали. Спасибо большое тебе, чувак. Ты тоже красавчик, наверное. Все. На этом заканчивается игра. 4659 урона на Фердинанде, который находится не в топе, ребят. Основной калибр мы получили. Мастера мы получили. В общем, мне очень понравился этот бой. Надеюсь, что вам он тоже зашел. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Александр Ска. И до скорого, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.